приветствую вас мои дорогие коллеги партнеры как меня слышно поставьте плюсики в чате привет привет с вами сегодня лилия донскова и у нас сегодня такое будет даже не то что это семинар это скорее просто общение сейчас подберу слово правильное немножко истории как я в этот бизнес попала вообще как у меня стало получаться немножечко поделюсь с вами буду очень рада если эта встреча будет такая неформальная вы будете задавать вопросы наверняка у вас их много я помню мой первый вопрос был когда только пришла к своему наставнику с серьезными намерениями а как ты стал директором а как у тебя получилось а как ты работал с людьми а как ты раскрывал в них потенциал из вопросов должно быть очень много и я буду рада вашим вопросам если они будут на протяжении всего семинара идти я успеваю за чатом следить не переживайте итак приступим секреты реализации и успеха у нас такой семинар я могу вам одно сказать ребят я действительно счастливая женщина и всегда хотел таковой быть а что значит для меня счастье это моя семья это моя дочка которая уже летом будет 17 лет от такая очаровательная красавица мы кстати не вообще не похожа но она удивительно творческая спокойная я наоборот эмоциональная она у нас художник занимается художественной школе рисует вообще просто такая классная прикольная девчонка кто поставил минус что случилось мой любимый муж михаил булавцев чем я горжусь то что ребят тут может быть кто кто-то меня поймет кто-то нет но я всегда мечтала работать мужа вместе когда еще у меня не было мужа мы жили с дочкой вдвоем я помню писала разные там желания вот были разные тренинги семинары я писала заявку вселенной что я хочу чтобы мы с мужем вели совместный бизнес вместе путешествовали вместе строили планы вместе реализовывались то есть у меня была такая вот мечта и она осуществилась когда мы с мишей начали жить вместе он работал в полиции вот четыре года я знаете как в голове у меня был такой коварный план я хотела я все время думала хочу чтоб миша со мной и делал такую мягкую подводку то есть сначала я его просила что-то нам помочь когда мы в интернете начали работать потому что миша учился на профессию связанную с компьютерами инженер даже не знаю как бы не соврать как это называть мишны пши сам как той профессии называется я все время его просила что-то помочь и он так постепенно постепенно втягивался вникал знаете как вот есть такое понятие как привычка вот если человек 21 день делает что-то одно и то же то он потом привыкает как зубы привыкаем чистить да вот вставать одно и то же время там например к спортом заниматься приучаем себя также здесь знаете если вы себя приучите к чему-то это станет привычкой и она уже станет таким вот легким и понятным то есть у вас не будет необходимости там каждый раз себя заставлять и ломать да подойти компьютер и что-то делать вот моя гордость то что мы с вместе путешествуем вместе строим планы он уже тоже выполняет квалификацию директора и мы побывали во многих странах знаете я в 38 лет первый раз увидела море ребят есть в комнате люди которые еще море не видели поставьте напишите в чате я я там или минус что вы не видели а кто видел плюсики знаете 38 лет и и море только в мечтах вообще просто я его ни разу не видела и не представляю что это такое я только по телевизору на него смотрела знаете когда посмотрела передачи с подводным миром вы знаете я была вообще просто в шоке просто я думаю я когда попаду на море я куплю маску я из него вылазить вообще не буду и так и случилось ребята представляете я действительно мы когда приехали на море я купила маску с трубкой меня никто не мог вытащить первый мой заплыв был в индийском океане это было в объединенных арабских эмиратах или в золотых эмиратах как их называют мне это название очень нравится вообще было просто круто уже автобусы уезжали говорил нет я никуда не уйду там рыбки там ежики там очень все так красиво да побывали мы уже много где всего посмотрели особенно запомнилось конечно но все путешествия крутые они все разные но в таиланд был особенно крутым знаете почему потому что как мы туда попали я не говорю я хочу в таиланд я хочу в таиланд хочу в таиланд он такой хорошо полетим я говорю когда он вот такой так тогда то ему должны были дать отпуск раз отпуск не дают я опять не хочу в таиланд но все я договариваюсь опуск должны дать опять не дали так мы переносили на 3 раза наше путешествие я ему сказала кури знаешь мой дорогой я тебя очень люблю но я никогда не не мечтала о мужа который будет сидеть дома и получать от меня смс, что я отдыхаю там-то, отдыхаю там-то. Я говорю, ну я и не собираюсь ждать вечно, когда тебя отпустят начальство. Я говорю, ну уже реши что-то с этим вопросом. Либо ты уезжаешь, либо, может быть, ты поменяешь место работы, потому что это просто как бы, не знаю, нет никаких отношений, ты постоянно на работе. Вы знаете, он недолго думал, пошёл, написал заявление, заявление порвали, он пишет второе, его рвут, он берёт, пишет заявление, так как Миша был кадровиком, он знал, как это всё делается, он написал заявление, отправил его по почте, да, заказным письмом, и всё. И мы купили билеты, путёвки, прямо, знаете, это произошло буквально, я не знаю, вот за три дня, наверное, вот мы так быстро это всё произошло, мы покупаем путёвки и улетаем, и мы две недели жили в Таиланде, на острове Пхукет, вообще просто сказка, знаете, вот реально уезжали, когда вот просто я готова была рыдать, вот настолько хотелось там остаться и жить просто, ну, знаете, сказка на земле, райское такое место, очень красивое, так можно говорить, да, вот про всё. Но самое главное, что мы вместе теперь, и вместе строим этот бизнес, ребят, я вам тоже желаю вот мечтать, мечтать, потому что мечты, они имеют свойство сбываться, поэтому мечтайте, планируйте, и очень важно записывать. У меня вот, например, все мои мечты записаны. У кого записаны мечты? Признайтесь. У кого записаны свои мечты? Плюсики прямо поставьте, потому что я всё записываю, я что-нибудь придумала, я или сразу, у меня вот тут карта мечты висит, прямо вот сбоку я вам сейчас её покажу, вам видно должно быть. Вот, видите, это моя карта мечты, я заказала лестницу успеха, она вся в картинках, я там её постоянно пополняю, там всё расписано, я подправляю, что-то пишу. Знаете, такая творческая работа. У кого-то даже есть книга мечты, ну, вы вообще круто, очень круто. Так вот, смотрите, если есть мечты, и они записаны, они сбудутся. Ребята, ну, знаете, как говорят, бойтесь своих желаний, они могут исполниться, потому что нужно мечты писать свои правильно. Не просто хочу выйти замуж. Выйдите замуж и будете как бы замужем, но, опять же, а какой ваш муж, да? А вы действительно хотели быть за таким человеком замужем? Или у вас были, да, одни мечты, а написано их не было, и вообще у вас есть муж, но он вообще хочет другого, он хочет смотреть телевизор, лежать с пивом на диване, да, и никуда не ездить, ничем не заниматься, его устраивает вот эти 3Т, тапочки, тахта, телевизор. И то, что он работает по найму, приносит домой 15-20 тысяч, он говорит, ну, я же работаю! Я думаю, что такого точно никто не ожидал, да? Да, девушка, когда хочет выйти замуж, она представляет себе вообще сказочного принца, с которым будет всё круто, хорошо и так далее. Так вот, смотрите, сегодня я вам расскажу, как можно, вот так вот, как решиться и гармонично, без революции открыть своё дело, и основные сложности на пути к успеху, и как их преодолеть. Ну и, конечно же, 7 важных правил лидера. Вопросиков не вижу, значит, всё понятно. Моя география, биография, география, как угодно. 17 мая 1974 года, не забудьте меня поздравить с днём рождения, то есть 17 мая этого года, родилась в 1974. То есть мне уже исполнится 42 года, и знаете, наверное, про каждый возраст я буду говорить, что он самый классный, да, уже умная, ещё красивая, и ухоженная благодаря компании Арифлейм, вообще просто всё супер в жизни. Мои мамы и папы самые лучшие, они люди небогатые, но они богатые душой, у них богатый внутренний мир, и они нам дали самое лучшее. Знаете, что самое лучшее, ребят? Это любовь к жизни, это любовь к жизни. Вот реально, это самое большое, что они нам дали. Это страсть, знаете, двигаться вперёд, отдавание. То есть наши родители, они всегда были такие, знаете, открытый дом, у нас всё время гости, все к нам едут и едут, почему-то к нам всегда любили ехать все, и праздники у нас отмечают. Поэтому я тоже очень люблю гостей. У нас, кстати, завтра должна приехать Даша Самохина, представляете, мы её завтра ждём в гости. У меня есть старшая сестра Танюшка и братик Сашуля. Вот, я средненькая получилась между ними. В 19 лет я вышла первый раз замуж, а в 25 родила свою дочку. Ребят, высшее образование у меня бухгалтерский учёт и аудит. Представляете, я и бухгалтер. Вот реально, я когда закончила обучение, я вот честно поняла, что это совсем не моё, вообще мне просто это неинтересно. Я так это называю, что в 33 года я взялась за ум. Что значит за ум? Я вот просто у меня как бы... Знаете, возраст Христа, ещё этот называют возраст, у меня был такой переломный момент. Я развелась с мужем, ушла на съёмную квартиру с дочкой. И вот у меня такая, вот знаете, как это назвать вам? Это страх, это страх на грани вообще вот просто нереального. Просто страх ответственности за ребёнка, то, что я с ней ушла. И когда я осознала, что это моя ответственность, что я должна думать, как она будет учиться, где она будет жить, да, что я ей дам, как я её одену, прокормлю, это всё легло на мои плечи. И знаете, у меня было одновременно три работы. Я на тот момент уже была зарегистрирована в Reflame. И у меня было ещё две работы, одна из них очень серьёзная. Даже, наверное, если скажу, вы даже мне не поверите. Я была директором фабрики. А ещё одна была у меня подработка, то есть я в свободное время занималась рекламой, то есть заполняла баннеры. В одной организации. То есть это была непостоянная работа, баннеры висят, всё хорошо. Как только кто-то съезжает, надо подумать, кого туда найти организацию, чтобы они там висели и организации приносили деньги. Вот время было вообще, знаете, улётное. Просто вот так всё кругом. Подъём в шесть. Домой приходила, просто падала. А ещё у меня начала болеть Лера. У неё стали вот эти ацетоновые кризы. Вы представляете, это было вот постоянно, постоянно. То есть, знаете, как будто ребёнок меня говорил, мама, остановись, мне нужна мама. Я хочу, чтобы ты была со мной. Вот, знаете, это было страшно. То есть я её ночами отпаивала, оставляла дома, да, чтобы она пила, отсидела, сама бежала на работу, в перерывах прибегала домой, смотрела, как она там. Вот, ей было всего шесть лет. Представляете, я её оставляла одну дома. Вообще, просто. Я помню самый смешной момент. Она так, ну, не хулиганила, а самый смешной момент был, один раз мою полы, а линолеум в этой квартире был такой, ну, как у многих, наверное, такого коричневого цвета. И я такая, знаете, полы мою, и смотрю, что-то как будто вот разбегается. Я не вижу, что, ну, это что-то непонятное. Я так испугалась, думаю, что это такое. Знаете, наклоняюсь, смотрю, а это мои румяна в шариках. То есть она их, видно, рассыпала, часть собрала, остальные там валяются. Они же, ну, такие, как подсвет линолеума, их не видно. Я так смеялась. Я говорю, Лерусь, ты зачем брала? Она такая, это не я. Хотя я никогда не ругала, но она никогда не признавалась содеянным. Такой партизан прям у меня, ребёнок. Партизан. Что значит взялась за ум? Ребят, ну, знаете, просто, вот честно, я плакала почти что каждую ночь. Вот просто плакала от безысходности. Мне было страшно. Я думаю, а как дальше жить? На кого мне рассчитывать? На что надеяться? Кому я нужна уже такая взрослая, 33 года? Если я думаю, сама что-то не сделаю, то кто за меня это сделает? Родители дать мне ничего не могли. У меня папа инвалид второй группы, а мама училась на швею. То есть, да, она как бы необразованный человек вообще. Она работала всё время, ну, каким-то таким вот по профессии, самые вот, ну, простые, пекарем, в больнице на выдаче, там, вот, как это называется, кладовщиком. То есть, ну, какие-то профессии всегда простые, которые не приносили больших доходов. Вот, было небольшое хозяйство, ну, хватало, чтобы себя прокормить. То есть, не было таких излишков, чтобы там торговали этим. Да тогда этого и не было как-то особо. Это вот в последние годы началось всё так серьёзно. Вот. И я просто подумала, что надо что-то делать. И что я стала делать, да? Я просто пришла к Туровскому. Вы знаете нашего спонсора, вышестоящего Валентин Туровский. Я к нему приехала. Ребят, я на тот момент Арифлейм практически бросила. То есть, я им не занималась. Вообще, ну, иногда делала заказы. Но я была в другой команде. Вот. Я приехала к Туровскому. Почему я к нему приехала? Я вам сейчас расскажу этот секрет. Конечно, так делать нельзя. Но он мне очень понравился как человек. Я просто видела в нём для себя лидера. Вы знаете, да? Вот есть люди ведущие, которые могут вести, а есть люди ведомые. И я просто поняла, что мне нужен в этом бизнесе человек, который меня сможет вести. Потому что мой прежний спонсор, ну, она не могла мне этого дать. Не потому, что она плохой человек там или что-то. Нет. Просто она мне этого дать не могла. Я поэтому к ней не поехала. Я приехала к Туровскому и сказала ему, Валентин, я хочу с тобой серьёзно поговорить. Тет-а-тет. Ну, я его, значит, увела и сказала, что я хочу быть директором. Это реально или нет? То есть мне настолько, знаете, вот приспичило. А, забыла рассказать историю, почему я это сделала. У меня руководство, где я была директором на фабрике, а руководство было московское, из Москвы. И приехал из Москвы один из руководителей проверять, как у нас дела. Дела были очень плохо, фабрика развалилась, её надо было ликвидировать, а из-за того, что огромные долги, её ликвидировать никак не могли. Так вот, он приехал, и вместо того, чтобы похвалить, как я думала, что я всё очень круто сделала, я там это сделала, это решила те вопросы. То есть для меня это было вообще фантастика, просто то, что я там сделала, просто заоблачно. А он вместо того, чтобы похвалить, он так меня отчихвостил, знаете, как девчонку сопливую, просто отчихвостил, в хвост и в грибу. Я всю ночь рыдала, а утром, вместо того, чтобы ехать на свою фабрику, я поехала к Туровскому. Представляете? Просто я приняла решение, что мне надо что-то предпринять, чтобы никогда, никто, никто вообще, ребят, никогда на меня не повышал голос. Понимаете? Если я этого сама не захочу. Просто для меня это было очень важное решение. Я не знаю, вот, что вами двигает, но для меня была вот эта вот, знаете, гордость, наверное, гордость, да, что кто-то там вообще приехал, и ни за что, ни про что на меня так мог наорать. Вот, и мы стали разговаривать с Туровским. Я ему говорю, я хочу быть директором. Он такой, да, у него такие глаза были. Он такой, ну окей, а что, ну в чем дело? Я говорю ему, понимаешь, говорю, мне нужно жилье, мне негде жить. И я понимаю, что как бы жить всю жизнь на съемной квартире, это не вариант. То есть каждый раз думать, будут деньги оплатить или не будут. Мне нужно что-то стабильное, серьезное, интересное, чтобы я чувствовала свою нужность и реализацию. Он говорит, ну окей, все реально. Я говорю, ну у меня есть сомнения. Он говорит, а какие? Я говорю, я не верю, что этот бизнес работает. Я не верю, что этот бизнес работает. Вы знаете, он сказал, ну а какие у тебя факты есть? Я говорю, ну что за сомнения? Я говорю, везде каталоги Арифлейм, Эйвен, Фаберли, какие угодно. А я оглядывалась по сторонам, я видела, что все ходят с какими-то пакетиками. У кого Эйвеновский, у кого там и Фраше, у кого там Мэри Кэй, у кого Арифлейм. То есть я вижу, что люди, очень много людей задействованы в этой сфере. И я говорю, единственный вопрос, я говорю, мне нравятся продукции, я легко могу собрать заказ на 150 баллов, это не проблема. Я говорю, я не верю, что я смогу найти единомышленников. Я говорю, это единственная проблема. Он говорит, ну окей, я тебя понял. А для чего тебе это нужно? Вот реально скажи. Я говорю, жилье. В первую очередь это жилье. Он говорит, а теперь сделай вот так вот. Представь, что ты весы. И положи на одну чашу весов свою мечту. Вот представь, что у тебя будет своя квартира, своя, куда ты придешь, откроешь своими ключами. У тебя ребенок там будет делать, что хочет. Ты будешь там любую перестановку, мебель, ремонт, какой хочешь. А на другую чашу весов положи свои страхи и сомнения. Он говорит, закрой глазки и вот так покачайся, просто представь. И что у тебя перевесит? Естественно, у меня перевесила квартира. Своя мечта вот в своем уголочке. Конечно, я не думала, что это будет большая квартира. Ну, я думаю, хоть какой-то уголочек, ну, хоть коммуналка, ну, хоть гостинку какую-нибудь маленькую, квартирочку свою. Вы знаете, это вообще было фантастика просто. Он говорит, ну, тогда давай пробовать. Я говорю, ну, давай. И он мне сказал такую простую фразу, говорит, нужно начать писать список знакомых. Ребята, у кого есть список знакомых? Честно скажите. Есть у кого-нибудь написанный прямо на цитратке, в цитратке список знакомых? Вижу, есть первый плюсик. Ну, хотя бы начато есть. Там сколько человек, Лен, написано? А кто с этим списком работает? Кто прям по нему систематически прозванивает людей и приглашает их на бизнес, да, поговорить о деньгах, о заработках? Ой, ну, это 300 человек, это круто, Лен? Не, надо написать руками лучше на цитратке, цитратке, что ли. Ну, можно и на компьютере, но как-то в цитратке привычнее, что ли. Вы знаете, ребят, он мне сказал, пиши список знакомых. Напишешь, да, позовешь. И посадил меня за стол, подарил мне цитраточку розовенькую такую. Я сел, сижу, пишу список знакомых и выбираю людей. Он заметил, что я не всех подряд пишу, а выбираю. Он сказал, что ты делаешь? Я говорю, как что, выбираю себе будущих партнеров. Он говорит, а как ты можешь определить, кто из них будет с тобой работать, а кто нет? Я говорю, ну, я не знаю, кажется, да, как бы легко догадаться. Вот, например, у этой девушки трое детей, ну, когда ей этим заниматься? А у этой работа с утра до вечера, и маленький ребёнок, она не замужем, она там бежит бегом домой, то есть ей вообще некогда. А у этой муж миллионер, ну, смысл их писать? Он говорит, а что ты за них решаешь? Ты что, бог, что ли? Я говорю, нет, я не бог, но я же знаю. Он говорит, как ты можешь знать? Ну, как? Ой, ребят, ну, это было вообще прикольно так. Он мне сказал, пиши всех и не решай за людей. Потому что, говорит, может быть, вот эта вот мамочка, которая одна воспитывает ребёнка, она мечтает с ребёнком проводить день, а не на работе, не на своей железной дороге. А вот эта миллионерша, откуда ты знаешь? Да, может быть, ей хочется свои бриллианты показывать на банкетах, на конференции ездить, в своих шикарных нарядах, а ей сейчас сходить некуда, кроме как с мужем в ресторан. Я говорю, ну да, действительно. Вы знаете, что самое смешное? Вот кого я думала, что люди не пойдут, они наоборот пошли. А в ком я была уверена на 100%, вот прям на 100%, эти люди отказались. И тогда я поняла, что я не бог. И с тех пор я это предложение делаю всем абсолютно, вот просто, ну, реально абсолютно всем. Вот, ребят, ну, как же вот работать в нашем бизнесе, вот как бы говорят, да, бизнес это для мужчин. Вот как же не потерять свое женское начало еще, да, очень такой важный момент. Это смотреть по сторонам, да, посмотрите на свое окружение. Оно влияет на вас или нет? Честно скажите. На кого влияет окружение? То есть вот есть же такое стереотипное мышление, бизнес для мужчин, или все мужики там, и как же многие женщины так говорят, но только не я, да, я считаю, что мужчины это классные такие люди вообще, просто другой планеты, очень интересные. И без них жизнь была бы просто ужасная. Очень сильно влияет окружение. Очень часто мы чего-то хотим, да, и пытаемся сделать это, отключив свое вот начало женское, особенно женское, да. Сейчас вот, ну, круто, что мужчины тоже меня слушают, потому что вам, вам мужчинам легче в бизнесе. Женщина, она пытается делать по-мужски, то есть она начинает наваливать все на себя, говорить, я саме, я все могу, я тебя сделаю, да, я тебя обгоню. Да, это, кстати, девочки, это очень, ну, не есть хорошо, я рекомендую вам посещать женские семинары, то есть, да, оставаясь в юбке, в платьишке и не пристегивая к себе яйца, может быть, да, грубо это сказано, многие женщины реально как мужики, бабы с яйцами называют, если мы будем делать это в женском состоянии, мы сделаем гораздо больше и эффективнее. Это доказано уже много-много раз, поэтому не надо делать себе, из себя что-то такое нереальное, да, мы сами себе волшебницы. Вот наша природа, которая в нас есть, тем более мы в таком бизнесе, например, особенно круто совмещать, если работает муж с женой вместе, то мужчина делает мужскую, да, часть работы техническую, что мне нравится у нас дома, да, такое разделение, Миша делает все технические моменты, все такое сложное, что я очень не люблю, а я делаю все такое творческое, прикольное, то, что наоборот развивает меня как женщину, поэтому я вас призываю мужчин своих потихонечку вовлекать, да, он не быстро, однозначно, если мужчина сам первый не пришел, то он придет чуть-чуть попозже, немножечко покажите ему свой пример. Самое главное быть, да, в таком хорошем состоянии, не загоняйтесь, помните, что себя надо баловать, устраивать себе выходные, да, сочетать это все со спортом и, да, со всякими прелестями, такими как побаловать себя чем-нибудь, это шоппинг, вкусняшки и так далее. Смотрите, очень важно позитивное мышление. Вот, может быть, вы заметили или нет, ребята, у меня всегда классное настроение, очень трудно меня вообще выбить из колеи, очень трудно, потому что я во всем происходящем ищу сразу позитивное. Если даже это что-то плохое, да, я не знаю, как это определить, плохое это хорошее, доброе или злое, я сразу спрашиваю, так, мне это зачем? Что я должна понять, осознать, проработать? Вот, и вот есть маленькие такие подсказочки, как быть счастливыми. Верьте в чудеса, чудеса случаются с теми, кто в них верит. Радуйся с жизнью, вот, ребята, каждый день, вот каждый день, радуясь каждому дню, вы реально себе добавляете кучу энергии, создаете о себе потрясающее впечатление. Я вот почему-то сейчас вспомнила фильм, он называется «День сурка». Кто видел, кто не видел, поставьте плюсики или минусы. Вот вообще просто потрясающий фильм, когда, да, радуйся жизни, помогай другим, делай то, что нравится. Это вот из этого фильма, да, не вставайте помогать другим, не проходите мимо, это даёт массу энергии. Кто не смотрел, посмотрите прямо сегодня с детишками, с семьёй. Это очень крутой семейный фильм, очень крутой. Вообще просто вот 10 из 10 баллов, да ещё и умноженное на 10. Читайте книги. Вот, ребята, можно смотреть миллион видео полезных, классных, но только вот реальная бумажная книга. Вот у меня сейчас, покажу вам, где мои книги лежат. Ой-ой-ой, сейчас просто уборку тут делаю. Вот сейчас читаю вот эту книгу и сейчас ещё одну покажу. Ой, нет, куда-то её в другое место убрала. Видно, да, вот эта книга интересная. Хижина, разговор с Богом. Ну, это как бы, да, для, наверное, больше для проработки качеств таких хороших для осознаний. И ещё классная книга. Сейчас же параллельно её дочитываю, уже прям осталось чуть-чуть. Это «Лидер без титула». Почему долго книги читаю? Потому что параллельно читаю несколько книг. Одну, другую, одна на телефоне. Мне нравится переключать внимание, просто прикольно. Читайте книги, потому что вот именно они меняют мышление. Именно книги. Вообще очень круто. Общайтесь с успешными людьми. Если есть возможность созвониться с лидером, с человеком, который уже достиг результата, прям вот ловите эту возможность. Не стесняйтесь, лезьте к наставникам, разговаривайте, потому что, как говорится, с кем поведёшься, от того и забеременеешь. Можно забеременеть успехом, можно какими-то плохими качествами. Поэтому общайтесь с успешными людьми и будете набираться успеха. Меньше смотреть телевизор. То есть у нас телевидение отключено уже несколько лет назад. Мы его совсем отключили. Мы, естественно, мы смотрим фильмы, но мы скачиваем то, что мы хотим посмотреть. И смотрим их, да, вот скачав с интернета. Телевидение нет. Мы не смотрим новости. Я, вот честно, может быть, это плохо для кого-то, но я новости вообще... Я не знаю, что в мире происходит. Мне вот Миша сказал, что упал самолёт. Я так расстроилась. Я говорю, ну что ты мне об этом сказал? Я говорю, я ничем помочь не могу. Просто для меня самое ужасное, что я не могу помочь. Но я, говорю, я из-за этого расстроена. Да, я огорчилась. И как бы, ну, немножечко сбился мой настрой. Вообще мне вот просто это не нужно. Вот негативная информация просто не нужна. Особенно то, что касается политики. Так как я в этом никак не могу поучаствовать. И единственное, что могу сделать, я могу сделать мир лучше, это научить людей зарабатывать. Потому что я считаю, что если люди будут зарабатывать больше, чем у них есть сейчас, хотя бы в два раза больше, хотя бы в три раза, да, вот, ну, немножко поднимут свой уровень жизни, жизнь станет лучше. Потому что я считаю, что дома плохо, вот, плохо, скандалы, недопонимания. В основном из-за того, что не хватает денег. Не хватает денег купить что-то, да, съездить куда-то, просто отдохнуть, сходить на семинар, купить какую-то домой вещь, которая облегчит труд, да, ну, те же, ту же бытовую технику. Она достаточно дорого стоит, и сейчас в связи с кризисом, я знаю, что я этим, вот этим я делаю вклад в общее дело, как бы, планеты. А то, что я буду смотреть новости, сидеть, расстраиваться, ругать там политиков, я понятия не имею, кто из них хороший, кто плохой. Я не могу судить по тому, что показывают по телевизору, абсолютно, да, пока я не пообщаюсь с лично, с человеком. Вот, поэтому не вижу в этом смысла никакого. Любите свою работу. Вот это, вот это ключевой момент. Если вы любите то, что вы делаете, то вы свернёте горы. Если же вы не любите своё дело, то лучше туда не ходите, да, знаете, как говорят, лучше потерпеть немножечко, потерпеть чуть-чуть, а потом жить лучше. Да, вот, в наш бизнес он очень похож на то же самое, что мы приходим сюда, мы сразу не получаем денег. У кого-то год нет результата. Ребят, у нас есть девушка одна в Украине, Анна Черна, она три года, три года сидела на трёх процентах. Она сидела одна и ковырялась в интернете, она одна из первых начала изучать интернет. И три года она сидела на уровне три процента. Ребят, кто бы это выдержал? Вот скажите. Мне кажется, многие было давно бросили бы и даже не стали разбираться. Сказали бы, а, этот бизнес не работает, пойду что-нибудь другое поищу. Вот три года она искала, сейчас какой у неё результат? Да, исполнительный директор, да, это сколько у нас доход? 24 тысячи долларов. 24 тысячи долларов. Да, есть редкие такие единицы. Я тоже могу сказать, что я терпеливый человек, я очень люблю эту работу. Я несколько лет, ну, я быстро стала директором, когда стала работать, через 4 месяца я стала директором. Но потом я несколько лет была на уровне директором, и вот только сейчас, благодаря интернету, пошёл карьерный рост. Потому что, да, совсем другие технологии работы, намного интереснее, легче обучать, общаться, помогать людям, легче, чем в офисе. Поэтому, да, для меня это тоже было испытание, то, что кто-то растёт, а я так долго просто директор. Хотя и быть просто директором было очень круто, потому что, могу вам привести пример, что, когда я стала директором, моя зарплата суммарная с двух работ составляла меньше 10 тысяч. Меньше 10, представляете? А директором я зарабатывала 30. Разница есть, да? Вот, по поводу работы, я её, естественно, я бросила, Лен. Ну, я её не то, что бросила, я её завершила, потому что надо было закрыть эту фабрику, ликвидировать. И год я совмещала ещё Арифлейм, я уже была директором. И когда фабрика была ликвидирована, я забрала трудовую книжку, и больше я туда не появлялась. Всё, то есть, да, я поставила точку, но я выполнила свои обязательства. Если бы можно было раньше, я бы, конечно, раньше ушла. Вот, следующий момент, занимайтесь спортом. Ребята, вот любым спортом, даже ходьба, да, ходьба, но не просто ходьба, когда вы идёте по делу, она не в зачёт. Ходьба, прогулки спортивные такие. Так, ух ты, Леночка, йога занимается, вообще круто. Правильно, Маша, нужно заниматься собой, и внутри, и снаружи строй, страйк, болл, ух ты. Так, Леночка, возглавляй тренировки, фитнес. Профессиональный спорт только у спортсменов. Да, занимайтесь, молодцы, супер. Тогда занимайтесь, просто если вы идёте гулять, даже, это тоже будет хороший очень спорт, но при условии, что вы созерцаете, что вы не просто бежите по делу, а вы идёте, созерцаете, вы любуетесь природой, за людьми наблюдаете, что происходит. Да, вот если вы дыхаете воздух, вы его чувствуете, ощущаете, ребят, это да, это считается, такая прогулка, можно с ребёнком, с животными, вот это круто. А если по делу, тын-тын-тын-тын, нет. Далее, посмотрите страхом в глаза, ребята. Есть у вас какие-то страхи? Может быть, страх, что у меня не получится, я не такая, я не такой. Или ещё чего-то боитесь, что вы кого-то не найдёте себе партнёров. Есть страхи у кого-то? Смотрите страхом в глаза. Да, потому что, знаете, есть такое выражение «наступить страху на горло». Я тоже боюсь, честно. Вот честно, у меня столько боюсь к разных, но я всегда говорю себе, я всё могу. Я всё могу, я всё сделаю. И вот всё время, знаете, просто вот любая ситуация, какую бы ни возьмите, даже если я этого никогда не делала, вот просто в жизни, если нужно сделать, я говорю, да, я сделаю, я сделаю, я разберусь, я ещё сяду, да, я сделаю. Надо выступить, я говорю, я сделаю. У меня была такая ситуация, я всегда боялась публичных выступлений. То есть я никогда вообще, у меня, вот знаете, какое было, у меня вот так горло перехватывало, и я не могла говорить. Просто не было дыхания, не было голоса, щёки горели, голова кружится. Я даже в классе, когда я хоть и была отличницей, но для меня каждый выход к доске, это был страшным испытанием, просто страшным. И у нас, значит, такая была ситуация, я когда директора уже закрыла, у нас была поездка, организовывала наши сапфировые директоры Саратова, Лариса Булгакова, поездку в лагерь на три дня. То есть мы там жили, 100 человек разного уровня, начинают новичков и заканчивают директорами. И как бы, да, она говорит, кто хочет, может поехать. Я, естественно, записалась, несколько человек из команды записались тоже из моей. Я подхожу к ней, и знаете, вот, и что я ей говорю? Я говорю, Лариса, надо чем-то помочь. Ну, думаю, я же директор, надо же помогать. Она говорит, выступить, хочешь выступить? Я такая, да. А сама думаю, как я это сделаю, как? Я же вообще боюсь просто. Она, а что ты хочешь рассказать? Я говорю, я даже не знаю, что нужно. Она, ну, не знаю, говорит, выбери тему, которая тебе сложно дается. Ты ее проработаешь заодно, выучишь, да, эту тему, она у тебя начнет получаться, и людям сделаешь полезное. А у меня была, естественно, тема, самая сложная, это сопровождение новичков. То есть что с ними делать, с какой последовательности. Представляете, я подготовила эту тему, я рисовала плакаты. Вы не представляете, как меня колбасило? Я ни есть, ни спать не могла. Я так боялась, что мне надо будет выступать. Ребят, в результате выступила. Меня записывали на видео, я потом себя посмотрела. Мне, конечно, не очень понравилось. Я увидела, что там вот я волновалась, там я не то сказала. Вот, но если бы люди не знали, то есть кто не знал, наверное, это было все хорошо. Просто я знала, как надо было сделать, но от волнения кое-что подзабыла. В общем-то, да, это такой рецепт. Боишься сделать, иди и сделай. Все, другого нет. Вы никак по-другому со страхами не поборетесь. Надо просто перешагивать через них, наступать им на горло. Боитесь пауков, идите, пауков ловите. Верьте в себя. Знаете, как нужно верить в себя на 100%? Потому что если вы сами в себя не верите, то как же вас будут верить другие? Просто каждый день аффирмация. Я все смогу, у меня все получится. Я притягиваю к себе самых лучших партнеров. У меня море клиентов, море заказов. У меня все получается с каждым днем еще лучше и лучше. Знаете, вот эта вера в себя, она может разрастаться благодаря простым аффирмациям. Вот простому настрою. Ребята, может быть вам смешно, да, какие-то фразы. Они работают на 100%. Вот на 100%. Я смогу, у меня получится. Я этим пользуюсь постоянно. И у меня все получается. Будьте ближе к семье и к друзьям. То есть заведите себе традицию. Дома должны быть семейные традиции. У нас, например, есть традиция. Это совместные выходные, мы смотрим кино. Все вместе собираемся, выбираем фильм, какую тематику. Смотрим, делимся эмоциями. Может быть мы вместе плачем или ржем, если это комедия. То есть какие-то семейные традиции. Друг другу помогать. Как-то разделение обязанностей в доме. У нас такого нет, что мы все делают, например, только Миша или только я. Мы распределили обязанности. Что-то Лера делает. Она говорит, я буду мыть посуду. Но она любит это делать, ради бога. Я, например, готовлю. Я говорю, мне тяжело все время готовить. Я не очень это люблю. Но я люблю вас, для вас я это сделаю. Я говорю, мне нужна помощь. Они мне говорят, какая? Я говорю, а вы можете мне помогать, ну хотя бы один раз в неделю готовить? Они говорят, без проблем. И у нас один раз готовит Миша в неделю, один раз Лера. Да, то есть делегирование вообще очень круто. Так, у меня вчера спрашивают, тебе сколько еще баллов надо доставить? Я говорю, 45. Он, ну хорошо, завтра заеду, еще каталоги раздам. Муж помогает. Круто. Я поняла, супер. И слушайте свое сердце. Ребята, да, все время, да. Вот влияние окружающих, оно очень сильно, еще знаете, из-за чего? В основном мы сами придумываем себе очень многие вещи. Да, придумываем вот это общественное мнение. То, что, а что такое общественное мнение? Это то, что мы придумали, то, что люди думают о нас. Вот, и тут встал такой жирный вопрос. Когда вот это все началось, где на это все взять время? Где же, да, как вот все успевать? И а где на все это взять деньги, да, на свои желания, на мечты, да, чтобы быть шикарной женщиной, хорошо одетой, ухоженной и так далее, да, и так далее. И вот мне, например, очень здорово помогла книга «Квадрант денежного потока». Просто вообще потрясающая книга, которая меняет мышление. Запишите себе, автор Роберт Киосаки, название «Квадрант денежного потока». Вообще, в принципе, все книги этого автора можно читать. Вот любую берете, и каждая из них золото просто книга. Кто не читал такую книгу, кому-то дала почитать, мне ее увели, не вернули. Надо новую приобрести, но можно в интернете скачать. Вот я когда прочитала эту книгу, я когда увидела вот этот весь бардак, вот этот весь бардак, который творится в секторе рабочей, в малом бизнесе, вы знаете, я просто была просто, знаете, какое бы слово подобрать, чтобы оно не было таким вульгарным, ну, да, в легком таком шоке. И я поняла, что я хочу быть вот здесь, в этой половине, однозначно. Да, я не хочу работать на дяньзю, я не хочу каждый день, чтобы у меня был день сюрка, чтобы вставать утром на работу и так далее. У меня сейчас, может быть, да, кто-то скажет, а что у тебя сейчас не день сюрка? Ну, зато, да, может быть, и день сюрка, я каждый день в интернете, я работаю. У меня такой потрясающий этот день. Просто это мой выбор, во-первых. Во-вторых, каждый день он новый, он всегда по-разному проходит. И каждый день, да, я поднимаюсь выше, как в развитии личности, так и в бизнесе. Я каждый день вижу, как нескольким людям я помогла подняться чуть-чуть выше. Да, помогая людям, да, подниматься, мы тоже поднимаемся выше. Прочитайте эту книгу, она ответит на все ваши вопросы. Простая математика. Вот, простая математика. 40 лет, если работать за 20 тысяч в месяц, ребят, у кого такая зарплата? 20 тысяч в месяц. У кого может быть 10, 15, 30? Возьмите, просто посчитайте. Вот работаем 480 месяцев за всю жизнь, до пенсии. Если это 20 тысяч, то за всю жизнь мы заработаем всего 9 миллионов 600. 9 миллионов 600, ребят, вообще смешно. За год 240 тысяч. Ребят, я за прошлый год, за 2015, заработала почти 800 тысяч. Почти 800. Если бы я сейчас осталась на работе на своей, у меня бы зарплата была 20-ка. Ну, максимум бы 30 тысяч. И это каждый день, и это постоянно, да, все-таки это не на себя, это постоянно под контролем. Это было бы ужасно. Посчитали? Ребят, сколько у вас получается? Год вы зарабатываете, если вы работаете. А теперь представьте, что в эти суммы нужно все впихнуть. Все. И еду, и одежду, и путешествия, приключения. Ну, что такое приключения? Это концерты, кино, кафешки, рестораны, праздники. В год 60 тысяч или в месяц? Вероника. Ребята, это просто стало страшным. Я когда эту всю математику для себя произвела, что если работать за 20 тысяч в месяц, то получается час жизни стоит всего 71 рубль. Всего. Вот час прошел, его не вернешь. Не вернешь, ребята. Время, это, знаете, бесценный ресурс. Его вообще никак нельзя оценить. Никак. Просто никто из вас, никто из вас не знает, сколько вам времени отведено на этой планете. Как вы это время расходуете? Как? Вы его продаете за 71 рубль в час в год 60 тысяч. Посчитайте, сколько стоит у вас час. Ребята, это же вообще катастрофа. А как купить квартиру на эти деньги? Как купить нормальный телефон, хороший телевизор, стиральную машину, машину, автомобиль, на котором безопасно ездить? Вы знаете, мы когда с Мишей отстали вместе жить, у Миши была десятка, хорошая, красивая, синяя десятка, обалденная. Он ее очень обожал. Я ему сказала, Миша, я боюсь ездить на такой машине. Да, она ненадежная, она нехорошая. Лучше ни на какой не ездить. Да, заработать деньги, ездить на хорошей машине. И мы решили зарабатывать. Мы продали машину, мы продали квартиру Мишину, и начали деньги крутить, зарабатывать. На сегодняшний момент мы построили еще две квартиры. То есть сейчас уже готовы и стоят квартиры. В суперские, элитные, в элитных домах, в кирпиче. Одна уже полностью отремонтированная. Ребят, если бы мы остались работать на работе, вряд ли бы у нас что-то получилось. Честно вам могу сказать. Потому что, во-первых, мышление совсем другое. Во-вторых, этих зарплат хватает просто от зарплаты до зарплаты. Не дай бог, еще кто-то заболел в семье. Блин, еще две-три тысячи на лекарства, на диету спускать. Это вообще просто обидно, да, слез. Приходит такой вывод, что нужно открывать свой бизнес. Свой бизнес. Что самое главное, ребят? Что самое главное? Что в нашем бизнесе вы оказываетесь, как говорится, как это слово подобрать, вам такое понятное? Вы в безопасности полностью. Это может быть, с одной стороны, плохо, потому что нет мотивации. Знаете, вот когда человек берет кредит и открывает бизнес, то у него есть офигенная мотивация отдавать этот кредит банку. Либо его банк арестует. У него есть офигенная мотивация вообще вкалывать просто. У него открывается мышление бешеное. Предприниматель просто охватается за все, за любую возможность. Паша день и ночь. У вас нет рисков, но это и не очень хорошо, потому что вы не чувствуете вот этого огня под пятой точкой, которая вас заставляет вскакивать и бежать, и делать эти рассылки бесконечные. Знаете, вчера ролик посмотрела. Кто-то в чате скидывал историю бриллиантового директора, по-моему, Дарья. Дарья, девушка молоденькая вообще, 25 лет. Такая умничка. Она рассказала вот простую идею. Она сказала, что на одном из тренингов у Воловика, потрясающий тренер, он сказал, что и за полгода можно стать бриллиантовым директором. Представляете? Но опять же, как вы будете работать? И она говорит, я решила, что я буду пахать вообще просто. Пахать день и ночь. Мы, говорит, по 12 часов в день с мужем вот так вот сидели, и рекрутировали по 100 человек в день, по 100 человек в день, ой, в месяц, в каталог. И она говорит, мы просто поняли, что полгода все равно пройдут. И когда, говорит, встал вопрос, пока, говорит, муж меня еще не поддерживал, он пришел и сказал, а что кушать? Она мне сказала, дорогой, извини, если ты хочешь кушать, то сядь за компьютер. Сядь за компьютер, я пойду приготовлю, но чтобы не было простоя ни одной минуты. Если ты будешь бить на клавише, я пойду приготовлю. Если нет, иди сам готовь, потому что я это делаю для нашей семьи. Это я делаю для нас, не для себя. И он сказал, да, прикольно, слушай, я даже не буду на работу устраиваться, потому что здесь такие результаты, смысл пахать на дядю, если можно попахать на себя. Да, ребят, я просто, я знаю таких людей очень много, поэтому вы решите для себя, как пройдут ваши полгода ближайшие. Вот как они пройдут? Вы себе поставите какие-то чёткие, жёсткие рамки, будете ли вы вкалывать? Или вы будете, да, и при гостях работают. А правильно, а я тоже работаю. Мне иногда Миша говорит, у нас же гости. Я говорю, Миша, ну и чё, мне надо ответить, мне в чате звонят. Я иду вам и отвечаю, а кто-то иногда мне звонит, а я показываю, смотрите, у меня гости, у меня идёт презентация домашняя. Да, или у меня девчонки пришли, смотрите, он в гости. Давай в темпе, я тебе помогу и пойду дальше. У меня даже клиенты приходят домой. Есть у меня несколько клиентов, которые домой приходят. Если вы звоните мне в это время, ребят, я всегда отвечаю, потому что вы, мой бизнес, для меня важнее всего. Подождут. Вот реально кому надо, уважать будут. Поначалу на меня подруги обижались. Когда они мне звонили, поболтать, как по старинке, на полчаса, на час. А это они мне звонят, я говорю, у тебя что-то срочное? Нет, просто поболтать. Я говорю, прости, мне просто болтать некогда. У тебя всё окей? Слушай, я рада за тебя. Давай как-нибудь созвонимся лет через пять. У меня сейчас времени нет. То есть я им просто чётко поставила такую, знаете, рамки, что я занятая, строю свой бизнес. Обиды были страшные поначалу вообще. Вот просто многие даже со мной общаться перестали. Зато кто остался, знаете, как они мне сейчас звонят? Вот так, Лиль, а тебе удобно разговаривать? Я прям по-быстренькому. Всё, ребят, всех адресировала. Теперь никто мне моё время не крадёт. Воришек времени больше нету. Строю свой бизнес. Строите ли вы свой бизнес? Или просто фигнёй занимаете? Так и решите. А у меня просто, Лена, очень много друзей раньше было. Я тусовщица, я очень общительная. И мне все звонили, и я могла вот час проболтать. А потом я думаю, о чём мы говорили? Да ни о чём. Я бы за этот час 50 страниц книги бы прочитала. Полезные книги, которые бы меня развела. Вот. Ну так что решайте для себя, кем вам быть мужиком или бизнес-леди. Можно прекрасно всё совмещать, всё успевать. Девочки и детей рожать, и воспитывать их, и заниматься спортом, и сексом, и гулять, и путешествовать. Благо с нашим бизнесом, когда у нас всё в телефоне, в компьютере, мы можем просто вот в любой точке планеты работать, да. Выход у нас есть. Это компьютер, это наши любимые телефончики. Ещё раз вам такая сравняшечка маленькая. Шпаргалка, я её очень люблю. Вот смотрите. Смотрите, если вы всё ещё, да, будут у вас червячки такие сомнения грызть, а может всё-таки устроиться на нормальную работу, на нормальную работу, где меня будут уважать и ценить, вспомните тогда вот эти вот сравнения. На работе это жёсткий график, у нас гибкий. Зависимость от начальника, ребят, каждый раз отпрашиваться к зубному, гинекологу, к ребёнку на утренник отпрашиваться. Да блин, ну это же смешно, мой ребёнок один раз будет маленький. Один раз только он будет выступать на Новый год, завтра этого уже не будет. И меня один раз не отпустили, представляете, это был кошмар. Сам себе начальник. Хотите, идите на утренник, не хотите, не идите. Налоги 13% на работе платят. Ребят, у нас 6%, всего 6%. Идёт стаж, и у нас идёт стаж. У них 12 зарплат в год, а у нас 17%. У них есть риск увольнения, у нас нету. Согласны? Ставьте плюсики, кто совсем согласен. У нас идёт пассивный доход. Пассивный. Когда мы выращиваем директоров, мы получаем остаточный пассивный доход. Занятость сутки 9 часов, а у нас может быть 24 часа. А может 2-5. Как вы решите, ребят, полностью свободный график. Меня когда спрашивают, а сколько ты работаешь, я говорю, я много. Я практически всё время работаю. Я даже когда иду в магазин за продуктами, я работаю, я в магазине рекрутирую. Ребят, я в магазине раздаю каталоги. Я всё делаю постоянно, везде, где я могу познакомиться с человеком, заговорить. Это в больнице, в аптеке, в очереди. Мы когда стояли в очередь, один раз всё такая большая очередь была, по-моему, мы из Таиланда улетали. Я там перезнакомилась, по-моему, 7 человек я вовлекла в разговор. Очередь была огромная, вот на этом, на таможне, чтобы пройти на самолёт. Я со всеми перезнакомилась. Миша говорит, ну ты вообще, а что время терять? То есть, ну я посмотрела, да, с кем-то поговорить, какой-то контакт завязать. Всегда с собой имейте визитки, чтобы отдать визитки, потому что когда-нибудь они выстрелят, эти визитки. На работе всегда чётко оговоренное время и могут быть пролонгированы, да. У нас вы сами распоряжаетесь временем. Время на дорогу бывает, да, в Москве, вот у меня брат работает в Москве, он говорит, иногда я 6 часов еду домой и на работу. Машину бросает он на въезде в Москву, он живёт в Москве, бросает на въезде в Москву и на метро едет на работу, ребят, представляете? Потому что ехать по Москве просто нереально. Да, ну кто знает, кто живёт в больших городах, эта проблема пробок, она растёт, она не уменьшается, с каждым годом она растёт. У нас же время на работу 0 минут. Я вот просто, вот мой диван, вот там мы спим, вот видите, жёлтенький диванчик, мы там спим, мы встали, и вот моё место рабочее. Отпуск по графику раз в год, если повезёт, да, с мужем, может быть, повезёт отдыхать. А у нас же поездки за границу за счёт компании минимум 1-3 раза в год. Круто, ребят? Ну скажите, это стоит того, чтобы повкалывать 1 годик, 2, может быть, годика? Чтобы выйти нормальный доход. Ребят, откиньте свои сомнения. Честно вам говорю, они, может быть, и будут к вам возвращаться. Круто, да? Вообще хорошая у тебя девчонка, Лен. Работать так не хочу, а директором быть хочу. Ну, тогда лучше ей всё-таки устроиться на работу. Стоит, конечно, я тоже считаю, что стоит, при том, что очень прекрасная компания. Смотрите, какие перспективы. Ребят, да, сначала маленький доход, может быть, маленький, но чуть-чуть даже побольше, чем у людей, которые за 20 тысяч работают. Старшим менеджером можно стать за полгода, можно за 3 месяца, можно за год. Как у вас получится, я не знаю. Вот у нас пример Миша Булавцев. Он, когда начал серьёзно, мы начали строить его ветку, ровно 10 месяцев прошло. Ну, меньше года. Но всё равно долго, могли бы и быстрее. Директора закрываете уже 400, даже больше, ребят. Я просто знаю, по своей зарплате даже 500 тысяч в год будет зарплата. Дальше. Помогли одному человеку стать директором. Всего одного директора под собой выращиваете, зарплата увеличивается уже 600 тысяч в год. Я с одним директором, у меня зарплата вышла 800 за прошлый год. Да, на уровне старший директор 800 тысяч. То есть здесь уменьшенные даже показатели. На уровне золотой директор, ребят, уже миллион за год. Помогайте людям расти. Здесь вот всего лишь два директора надо вырастить под собой. Две веточки берёте и выращиваете. Дальше надо рассказывать. Смотрите, как растёт зарплата. Выберите себе цифру, которая вам нужна. Вот, например, хотите зарабатывать 3 миллиона в год. Надо стать старшим бриллиантовым директором. Это 8 директоров. 8 директоров. Вырастите, возьмите 8 друзей, родственников и скажите им, хочу помочь тебе зарабатывать 30 дополнительных зарплат. Тебе надо? Или мне нужен человек, который хочет дополнительно зарабатывать ещё 30-40 тысяч в месяц. Тебе надо? Или исполнительно, ребят. Вот, пожалуйста, 12 директоров. Всего 12 директоров. 6 миллионов в год. Тут всё, ребят. Тут и новый дом, тут и новые лексусы, малексусы, всё, что хотите, путешествия, благотворительность. Тут, знаете, уже денег будет хватать, мне кажется, на разные приятные вещи. Поэтому ставьте себе нормальные цели, такие глобальные. Гоняйте на банкеты. Вот здесь мы на банкете. Это Миша первый раз. Он ещё в полиции. Он был вообще в шоке. Мы просто в фойе стоим. Ещё мы не вошли в сам зал. Это было в Олимпийском. Это было, по-моему, сколько лет? 4 года назад? Или 5? Не помню. Да, у Миши был просто шок. Просто шок. У него были такие круглые глаза на протяжении всего банкета. Очень приятно, ребят, получать такое признание на высоком уровне. Да, и просто отдыхать с нормальными людьми, с весёлыми, с успешными, которые никого не обсуждают, нет негатива. Да, этих столов там было 3 стола гигантских. А мы уже тогда не пили спиртное, мы просто ходили с фужерами. Да, уже точно 4 года, значит, назад. За гран-поездки. А это просто незабываемо. Просто фантастика. Какие качества вам помогут? Ребят, ну давайте посмотрим. Как вы думаете, можно в себе развить позитивное мышление? Можно или нет? Вот если вы себя поймали на мысли, что вы что-то думаете негативно или кого-то пытаетесь судить, можно сразу себя так обломать, сказать, так, стоп, что думаешь? Это не я думаю, я так не хочу. Я хочу думать вот так, что этот человек самый хороший, он немножко запутался, да? Или это хорошо, что мы опоздали на эту маршрутку. Значит, мы кого-то встретим и зарегистрируем этого человека. То есть позитивное мышление можно в себе раскрутить. Нет регистраций. Два дня. Отлично. Я тренируюсь, я раскручиваю маховик. Пришло 5 регистраций, все молчат. Супер, мои тренера пришли, значит, следующие 5 будут суперские. Понимаете, вот на всё нужно находить позитивное мышление. Можно раскрутить в себе чувство эмпатии. Что такое эмпатия? Ну, это любовь к человеку, да? Доброта, любовь к человеку, желание ему, как бы, да, вот, отдать ему любовь, свою заботу, понимание человека, эмпатия. Просто потрясающее качество. Вот эмпатичные люди, это вот лидеры высокого уровня. Вот Тамила Полежаева обладала, наверное, самым высочайшим уровнем эмпатии. Потому что, да, она обнимала просто всю планету. Вот её любовь, даже вот её нет уже, к сожалению, но её любовь через её видео, она просто доводит до таких мурашек с кулак. Вот просто жить хочется, любить всех, да, любить этот бизнес, действовать и вперёд. Можно? Поставьте плюсики. Можно ли раскрутить в себе авторство? То есть убирать в себе вот эти вот все жертвенные стороны, нытьё, да, там, манипуляцию, жалость к себе. Ну, вот всё, что вот вчера, вчера, по-моему, была планёрка потрясающая, что Аня Вертей вела, она круто рассказала про автора и жертву. Можно быть автором? То есть я автор, это я решаю, быть мне директором или не быть. Быть мне тут на семинаре сегодня или нет. Что скажет жертва? Ой, я устал, так много семинаров, сколько всего читать, смотреть. Стоит ли оно того? Лен, цена знаешь какая у жертвы? Цена какая? Очень высокая цена. Когда ты жертвеешь, когда человек очень много находится в состоянии жертвы, он платит жёсткие цены. Шутишь? Это хорошо. Автор тоже платит высокую цену, да, он отвечает за всё, но он и получает здоровье, позитив, прекрасные отношения. У жертвы в основном разваливают все отношения, всё как бы идёт на нет. Но, кстати, есть вебинар, я проводила, автор или жертва. Возьмите в записи пересмотрите, там вообще всё прям по полочкам разложено. Самообразование. Всегда, каждый день читать хотя бы 30 минут. Можно, ребят? Вот честно скажите, 30 минут в день вы можете выделить? Вот просто взять, что-то не делать, может быть, то, что вам и не надо телек смотреть, а сесть прочитать нужную книгу, не роман любовный, не детектив, а взять, почитать Киосаки, Пентасевича почитать, Робин Шарму, Тома Шрайтера. Да, можно, конечно, а почитайте, сколько вы книг прочитаете за год, если будете каждый день по чуть-чуть читать. Я за этот год прочитала 7 книг пока, уже март на исходе, пока 7. У меня отставание идёт очень сильно, я сейчас буду наверстывать. Ну, вот школу запускали, почти очень мало читала. Самообразование на первом месте. Решимость. Вот страшно делать, взял и сделал, наоборот. Решимость, действовать. Боишься позвонить, поднимаешь трубку и звонишь. Боишься написать человеку, позвать в бизнес. Берёшь и говоришь, идём со мной в бизнес. И всё, решимость, дисциплина. Дисциплина вообще на первое место. Самодисциплина. Да, ребят, если вы сами себя не можете организовать, то как мы вас организуем? Никак просто. И веру в себя. По поводу дисциплины могу сказать, вот у меня Миша забрал телефон, и, наверное, слышите, у меня часто бывает, пеликает, каждые полчаса, каждые полчаса мне объявляется это времени, 14 часов 30 минут, 15 часов, 15-30. Для чего, ребят, дисциплинирую? Села книгу читать, полчаса прочитала, закрыла, пошла работать с компьютером. Полчаса прошло, я отключаю компьютер, иду, готовлю еду, или там тянусь, иду гулять, гулять, или какие-то дела делаю, вышиваю, или просто звоню. Но я ухожу от компьютера, то есть я делаю 30-минутные перерывы. Да, да, 30 минут у компьютера, и надо отойти, надо сменить действие. Обязательно, да, я себя дисциплинирую. Будильник поставила, встала, все, встала и пошла по плану. То есть у вас должен быть четкий план дня, что успеть сделать. Ну а что тут подробнее, Лен, любые планы, например, тебе в день надо что-то приготовить, погулять с ребенком, сделать рассылку. Засекла время, вот он прозвенел у тебя, ровно там 10.00, зашла на планерку. Пока идет планерка, можно делать рассылку. Все, планерка закончилась, прозвенел будильник, встала, ушла. Ты знаешь, ты начнешь ценить это время у компьютера, потому что я когда сажусь к компьютеру, если Миша что-нибудь подходит и говорит, дай я тебе что-то покажу, там ролик какой-то нашел, я такая, нет, нет, у меня, говорю, всего осталось 20 минут, не трогай меня. Я говорю, мне надо успеть вот это, вот это сделать, мне надо уроки отправить, мне надо вот это, вот это. Да, это программка такая, это программка. Если он прозвенел, я должна встать и уйти. Все, 30 минут прошло, это просто. Это самодисциплина, четко и полезно. Электричка, да, у нас электричка. И вера в себя, ребят, вот в себя верьте всегда, потому что вы себе просто обязаны. Да, каждые полчаса звенит. Какие ко мне вопросы? Ребят, видела, вы что-то писали, мне кажется, я многие вопросы отвечала вам. Спрашивайте, что вам интересно узнать от меня лично. Я могу сказать, что это, вот действительно это счастье, когда вот вы встанете не просто на плаву, да, а вот вы когда директором станете, вот станете быстрее директором, надо быстрый результат показать. Родственникам, друзьям, потому что кто вот растягивает это на годы, вот как у меня получилось, я быстро стала директором, да, это очень здорово привлекло многих. А потом застой, застой директор, директор, они говорят, ну когда ты с золотым, ну когда ты с золотым, а я все никак и никак. Да вот прям вообще все срывается, то есть планы рушатся периодически. И это очень плохо, надо быстрый результат делать. Когда ваши друзья увидят этот быстрый результат, они сами к вам попросятся. Они скажут, что прикольно за год 50-60 тысяч начал зарабатывать, ну-ка расскажи. Все, тогда вопросов не будет. Два года прошло, у вас уже зарплата 150 тысяч. Да, я очень этого хочу, ребят. Знаете, очень многое поменялось, например, вот во мне поменялось, что я вам сейчас расскажу. Когда я вот пришла только в этот бизнес, я хотела стать директором, я хотела стать золотым, я хотела стать там бриллиантовым. Я, я, я. Сейчас у меня, знаете, даже вот кто со мной общается много, я смотрю так, тебе не хватает, ты же потеряешь зарплату. Давай, тяни, Ленка. Ну, у тебя сейчас на кону 18 тысяч стоит. Ну, давай, солнце, подтянись. Ну, ты можешь. Еще целых три дня. Знаете, сейчас думаю не о себе, сейчас думаю, как круто. У меня, знаете, в какой момент переломный такой был, когда я в Швецию прилетела, меня как гости туда взяли, на золотую конференцию, наш вышестоящий спонсор взял меня, как такого активного директора, показать вообще, как это все происходит. Я, когда там побывала, я вот реально звонила Мише в скайпе, я чуть ли не плакала. Я говорю, Миша, мне плохо, тут все командами, тут все тусят, я одна вообще, мне плохо, меня ломает, я не знаю, к какому берегу прибиться. Я говорю, я больше не хочу на конференции ехать одна. Я не хочу, это неинтересно, вот реально, это вообще скукотень. И я себе поставила такую цель, что на следующей конференции я буду летать только с командами. У меня вот эти, все вот так сместилось, вообще на 180, на 360 градусов. У меня сейчас фокус на партнеров, ваш рост. Хочется вместе, хочется поздравлять вас, чтобы вас поздравляли. У нас есть чат лидерский нашего филиала Воронежского. И когда там каждый день выкладывают статистику, кто на каком уровне, у кого какие проценты, я когда вижу там вот Олеся Бахмутова недавно звезда была, да, там по Велнусу вообще, лучшие филиали, там по-моему на третьем месте. Оля Мальцева, там Миша Булавцев по рекрутам. То есть я когда вижу фамилии своих, я прям вау, вот это круто. Да, иногда я там тоже мелькаю, благодаря команде, конечно, ну, это просто, знаете, это неописуемо, просто неописуемо. Поэтому просто, просто быть счастливым, просто, с Арифлейм, просто быть счастливым. Поэтому будьте с Арифлейм, поймите, что Арифлейм это не компания какая-то, там просто какая-то компания, вы отдельно, компания отдельно, вы просто берете у нее что-то. Ребят, когда вы съездите на одну из конференций, вы поймете, что это ваша семья, вы поймете, что вы обрели новую семью, которая за вас горой. Вот шведы, вот Магнус, Роберт, Йонас, Афьёкник, эти все вот, все ребята, которые, Дмитрий Кваша, да, там вот все-все-все, это ваша семья, ребят. Это ребята, которые каждый день думают о том, как нам сделать лучше. Они каждый день так пашут, ребят, вы бы видели, как они на конференциях выкладываются, вот просто выкладываются. Я вам сейчас еще одну историю расскажу. Если Маша здесь, Скляренко, она подтвердит, потому что мы с ней вместе это видели. Мы когда были в Египте, вот в октябре 2015 года была Аня Мутасова и Маша Скляренко. И когда конференция закончилась, у нас был последний вечер, вечеринка в Белом. Ну все, на следующий день уже все начали разлетаться. Кто-то ночью улетал уже, кто-то утром. И вот, когда мы уходили с этой вечеринки, мы поднялись на самый верх, на седьмой этаж отеля, и там был выход на территорию, то есть на землю. То есть там такой обрыв, это отель, окнами на море, и поднимаешься, уже на территорию выходишь. Мы поднялись на самый верх, и тут меня привлекло внимание какой-то шум. Что-то, да, какие-то шумы. Я говорю, Маша, идем посмотрим. И мы выбегаем на лоджию, которая, огромная лоджия, не знаю, там метров сто, наверное, вот просто висит мост подвесной, соединяет два корпуса отеля. Вообще там просто, вообще стоишь на этой верхотуре, такая красота. Мы смотрим вниз, вот представьте, темно, и вот светится бассейн, вот эта вся территория, где у нас проходил вот этот праздник. И мы видим, что внизу стоят лидеры в красных майках, которые обслуживали нас, занимались нами, сопровождали, все делали для нашего удобства. И вот эта вся команда, они что-то там прокричали, и мы вот, когда мы вышли, в этот момент, они все вместе в одежде прыгнули в этот бассейн, прям с головой. Вы не представляете, мы вот так хохотали, просто невероятно. Ну и как продолжение, да, оказалось, я слышу знакомый смех, вот стоит кто-то рядом и тоже хохочет. Я так голову поворачиваю, смотрю, а там стоит Снежана Полежаева. Снежана, представляете, вот как хорошо быть любопытными. Вот, да, вот я любопытный человек по жизни, мне везде все надо. И благодаря этому мы почти целый час общались со Снежаной Полежаевой. Представляете, это лидер номер один в мире. Это дочка Томила Полежаева. Это вообще было так круто, я прям вам рассказываю, я вся в мурашках. Вот просто быть счастливыми, ребят. Просто позвольте себе быть счастливыми, быть успешными, быть классными, любите людей, вообще откиньте все. Вот если у вас в командах вот какие-то начинаются там терки, да, кто-то пытается кого-то там, а ты меньше делаешь, или ты такой, ребята, пресекайте на корню, пресекайте, не дай бог, чтобы в чатах что-то такое было. Это эмпатия, надо развивать, раскручивать однозначно, это очень важно. Спасибо вам огромное за внимание, вот такое у нас сегодня получился общение, я считаю, это чайная такая встреча, я просто поделилась с вами немножечко вот историей, да, своей жизни. Честно, могу сказать, что я счастлива, вот просто я счастлива, что в моей жизни есть Арифлейм, что он мне встретился, я считаю, это огромное везение, и вам тоже повезло. Скажите себе просто, мне повезло, и действуйте. Всё, спасибо вам огромное за такую душевную обстановку, которую вы создали. Даже не видя друг друга, я чувствую вашу потрясающую энергетику, вообще вы такие классные, я вас очень люблю, очень, спасибо огромное. У меня аж слёзы. Сентиментальность, это тоже полезно. До встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok